Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. Выжившие в Намском районе пытались спасти своих замерзающих друзей. Они по очереди тащили их на себе и согревали. Для этого разводили костер, давали свою верхнюю одежду и растирали руками обмороженные участки тела. Но, к сожалению, все оказалось тщетно. Двое молодых людей скончались на месте. Троих выживших обнаружил местный коневод. Напомним, трагедия произошла 12 января. Пятеро человек выехали на машине в район речки Кенкеме, в 80 километрах от села. Около двух часов ночи транспорт сломался. Усугубило ситуацию то, что погибшие были слишком легко одеты. В Намском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин 23 и 29 лет с признаками переохлаждения в Намском районе республики. И к моменту прибытия следственной оперативной группы они скончались. В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, проводят опросы, проведены уже осмотры места происшествия и назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее оперативное решение. Другим темам больше 5000 детей этой осенью пойдут в первые классы школы Кикутска. Такое количество мест запланировала городская администрация в учебных заведениях города. К первому классу подготовка всегда начинается заранее. Один из ее этапов непосредственно запись ребенка в школу. С недавних пор эта процедура в столице проходит в электронном виде. Однако напряженная обстановка с переполненностью школ сохраняется. Сарклана Захарова продолжит. В школах Якутска сегодня обучаются больше 40 тысяч детей. При этом общее количество мест, на которые рассчитаны здания учреждений, в два раза меньше. Всего около 20 тысяч. И с каждым годом проблема становится только острее. По предварительным прогнозам в первый класс должно пойти больше 5000 первоклассников. А заканчивают 11 класс в этом году и освобождается мест всего 1890. В этом году вместе с тысячами своих сверстников впервые в школу пойдет и Андрей Игнатьев. В какую школу ты собираешься, Андрей? 26-я. 26-я школа одна из центральных в столице и, как правило, одна из переполненных. В классах учатся в среднем по 40 детей. И это не может не сказаться на качестве образования. Это очень проблематично, я считаю, потому что, когда очень много детей, невозможно для всех уделить внимание. Мне кажется, что родители уже заранее до школы должны были подготовить своего ребенка. Проблема нехватки мест в школах еще пару лет назад вынуждала родителей будущих первоклассников сутками дежурить у ворот в учреждении. Все для того, чтобы попасть в списки принятых детей. Сегодня эта необходимость отпала. Ребенка можно записать, не выходя из дома, через портал управления образования. Запись на следующий учебный год откроется уже 20 января. В течение 14 дней после подачи заявления родителями в школе обрабатывается заявление школьной комиссии. И родители приглашаются в школу в определенный день для подтверждения данных электронного заявления с оригиналами документов. Отметим, что запись пройдет в два этапа. В конце этой недели она откроется для 11 школ, таких как Классическая гимназия, ИКГАТА, САХА Корейская школа, САХА Гимназия. Политехнические лицей средней школы номер 1, 5, 16, 17, 31 и 33. Остальные начнут прием с 27 января. Разделение происходит специально, чтобы избежать перегруза и сбоев программы. Сарглана Захарова, Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск. Десятки якутян стали жертвами телефонных мошенников в новогодние праздники. Каждый раз злоумышленники находят все новые способы обмана людей. Снимают денежные средства не только с банковских карт, но и с лицевых счетов, сим-карт, сотовых телефонов. Как обезопасить себя и как защитить свои персональные данные, выяснял Дмитрий Тымыров. Сегодня в правоохранительные органы обратилась еще одна жертва мошенников. Буквально вчера молодой девушке позвонили на сотовый телефон от имени сотрудника мобильного оператора. И обманным путем снялись с ее банковской карты денежные средства. Сказали, что был в системе сбой, и всем абонентам был подключен какая-то платная услуга. Спросили, нужна ли она мне или нет. Я отказалась. Далее меня спросили, списывались ли у меня с моего счета деньги необоснованно. Я сказала, что такое бывало. Они посмотрели, якобы сказали, сейчас мы посмотрим. Далее мошенники запросили данные банковских карт, чтобы вернуть необоснованно потраченную сумму. Девушка согласилась и передала запрашиваемую информацию. В целом по Якутии только за прошлый год таких случаев было зарегистрировано более 600. В основном преобладает мошенничество. Это приход смс, сообщение о том, что ваша карточка заблокирована. Либо отправили деньги не на тот счет. Также еще имеется способ получения займа. Люди, которые обращаются в банк, не могут получить кредит. Они, получается, ищут различные способы в интернете, которые предлагают легкий доступ к получению этого кредита за определенную сумму. Также еще один способ имеется – это интернет-покупки через Инстаграм, ВКонтакте. То есть различные соцсети, где предоставляются услуги по продаже. Защита персональных данных – главная задача работников банковской сферы. Мошенники обычно звонят в неудобное время и настаивают на моментальном решении той или иной ситуации. Жертв в спешке, потеряв бдительность, сами передают им свои персональные данные. А когда клиент просто сам скачивает какие-то сомнительные с каких-то сайтов или еще что-то, ну тут извините. В любом случае, когда клиент провел операцию под своим пин-кодом, это уже банк тут уже ничего, какой беды на себя брать не будет. Это уже будет ошибка клиента. Он будет фактически сам. Если денежные средства списаны с лицевого счета номера мобильного телефона, то необходимо напрямую обратиться к своему сотовому оператору или посетить официальный сайт и далее действовать по алгоритму. На нашем сайте есть форма обратной связи именно по мошенничеству. Можно заполнить ее, написать, откуда, с какого номера поступил вам звонок, о каком номере они говорили и что конкретно, чтобы служба безопасности смогла проверить. Тогда будет проведена проверка. То есть данные оставьте на сайте, если есть возможность. По сим-картам, по МТС мы можем поставить блокировку на перевод денежных средств этого номера. Мы такую блокировку можем поставить. Если поставить запрет, да, вы с лицевого счета по сим-карте, конечно, ничего не сможете перевести. В случае с банковской картой, то тут алгоритм действий будет уже другой. Звонить они могут при каких-то ситуациях, но спрашивать ваши персональные данные, номер карты, пин-код, тем более сотрудники банка этого никогда не делают. То есть, в принципе, банк этими данными уже располагает. Поэтому, если у вас кто-то интересуется вами этими данными, то лучше с ними вообще не разговаривать и тут же обрывать телефон. Еще раз напоминаем, что работники банка, а также консультанты сотовых операторов не имеют права требовать от своих клиентов данные банковских карт и любые другие персональные данные. Безопасность ваших сбережений только в ваших руках. Дмитрий Тымыров, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. В Якутии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы». Это масштабное мероприятие для старшеклассников, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. В регионе его проводят впервые. В течение недели учащимся необходимо разработать проект по одному из семи представленных направлений и защитить его перед экспертным жюри. На открытии конкурса присутствовал наш корреспондент Виолетта Засимова. Цель всероссийского конкурса «Большие вызовы» – вовлечение старшеклассников в научно-техническое исследование и проектирование в прорывных областях, интересных скоростью развития технологий и перспективами внедрения найденных решений. Ранее в республике прошли школьные и муниципальные этапы, и теперь лучших из лучших собрали на открытии регионального этапа в Малой академии наук в селе Чапаево-Хангаласского улуса. В прошлом году в Амгинском улусе был муниципальный этап, и я видела, как дети участвовали, и сама приняла там участие. В муниципальном этапе я как раз стала победителем. Я призер Всероссийской олимпиады школьников по географии, то есть я уже определился, чем я буду заниматься, поэтому Малая академия Украина предоставляет хорошие возможности для реализации, самореализации. На открытии регионального этапа были представлены проектные кейс-задачи по направлениям «Большие данные», «Новые материалы и металлургия», «Современная энергетика», «Биотехнологии и агропромышленный комплекс», «Беспилотный транспорт», «Космические технологии» и «Цифровое производство» и «Информатизация». Состоялись знакомства с тьютерами и распределения по направлениям. У нас направление называется «Большие данные». Сейчас мы должны поработать над тем, чтобы спрогнозировать количество вызовов скорой помощи и в зависимости от метеорологических условий. В течение этой недели участников ждет погружение в проект образовательного центра «Сириус». Практическая работа в лабораториях и центрах Северо-Восточного федерального университета. Итогом работы станет публичная защита проектов по направлениям. Победители республиканского этапа примут участие в проектной смене образовательного центра «Сириус» в июле этого года в городе Сочи. Ребята из команды «Плутониум» разрабатывают проект дома с применением энергосберегающих технологий. Это солнечные панели на крыше домов и биогаз. Современные энергоэффективные технологии при строительстве частных домов могут решить многие проблемы жилищно-коммунального хозяйства, уменьшить загрязнение окружающей среды, уверены молодые исследователи. Помните ГРЭС, когда он взорвался, то весь город был обесточен. И то же самое на дачах. Люди, которые живут, допустим, в Мархе, у них там света тоже не было. Мы будем посоединять просто, а баллоны будут как резерв. В течение одной недели участники будут разрабатывать исследовательские проекты. Затем представят их для оценки. Ребята делают экономические расчеты, определяют окупаемость проектов. Участникам помогают специалисты технологических компаний. Меня пригласили сюда поучаствовать. Как раз таки я оцениваю ребят, немножко подсказываю им. Просмотрели интернет, внесли свои какие-то корректировки. Думаю, что на основании опытов, на основании расчетов эти технологии покажут себя, думаю, в дальнейшем. В направлении робототехника участники разрабатывают проект самоходной сельхозтехники и комнатной теплицы. Сейчас ребята работают над моделью беспилотного трактора. Такой трактор поможет снизить затраты на расход горючих материалов. Также он сможет работать на поле круглосуточно и при любых условиях. Наш трактор может убирать несколькими способами. В основном это параллельное движение. Также он может спахивать поля, двигаясь по траектории квадратной спирали из центра поля. Победители примут участие в научно-технологической программе «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Конкурс состоится в июле в городе Сочи. В дальнейшем в Якутии планируют создать региональный образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Этот конкурс может стать первым шагом на пути создания центра, где талантливые ребята будут реализовывать свои планы и возможности во благо республики. Саргалана Федорова, Григорий Ахлопков, НВК «Саха», Якутск. К этому часу у нас все. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.